Подмосковная Швейцария, как ее называют, пошла под нож. Под застройку нарезали историческую территорию возле Звенигорода. И теперь бывшая резиденция царя Алексея Михайловича, Спасо-Сторожевский монастырь, вполне может скрыться за стройными рядами многоэтажек. Любопытно, что решение это местные депутаты согласовали в виртуальном режиме буквально за 15 минут, проведя голосование в чате Иван Литомин о том, как решили на бумаге и что может получиться в реальности. Это частная собственность, это не госучреждение, это частная собственность. Это общественная собственность. Мы пришли в комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, а попали, как выяснилось, в частный бизнес-центр. Чиновники подмосковного правительства под серьезной охраной, КПП, ресепшн и полностью закрытый режим. Посетителей здесь не принимают. Как тебя зовут? Как зовут вас? У тебя вообще камеру, направляешь микрофон, человеческий, есть что-нибудь? Председателю комитета Владиславу Гордиенко мы хотели задать вопрос, почему в Одинцовском городском округе так неожиданно и быстро решили поменять правила землеустройства и застройки территорий, по которым сотни гектаров земель в водоохранной зоне и вокруг объектов культурного наследия в один миг превратились в масштабные проекты жилищной застройки. Жители подмосковной Барвихи в комитет ходить уже устали. В том самом бизнес-центре они были много раз и накануне решились на радикальные действия. Это важный рубеж очень долгой войны. Уже в ночи коммунальщики срезают незаконно установленный забор вокруг местного парка. Собрался почти весь поселок. Еще один пролет! Еще один пролет! Еще недавно уникальные ландшафты в этом лесу были доступны всем желающим. Ограждение и КПП появилось накануне, как раз когда в Одинцовском городском округе изменились правила землеустройства и застройки территорий. Теперь этот лес не просто не является рекреационной зоной, а вообще не существует. Этот забор поставили с одной единственной целью, чтобы мы не видели, что там делается, что будут пилиться сосны, так как по документам это кустарники. Я уже не говорю о том, что это уголовная ответственность. А это Звенигород, храмы 14 века, земли, по которым ступала нога царя Алексея Михайловича, последний рубеж обороны Великой Отечественной войны и жемчужина. Первая в России лавра – Савино-Сторожевский монастырь. Культурное наследие здесь веками защищала вся страна. Но скоро сюда могут приехать экскаваторы. И начнется масштабная стройка. Вот здесь, например, на этой Мясиной горе будут трехэтажные дома. Окей, да, не 15. Спасибо большое. Здесь будет у нас что? Будет забор чей-нибудь стоять? Правильно? Как и в Барвихе, здесь, на смотровой площадке Мясиной горы почти ежедневно с протестами собираются звенигородцы. Принятые депутатами правила землеустройства и застройки ПЗЗ коснулись и этих исторических ландшафтов. Теперь это заурядные земельные участки, на которых вот так легко появятся коттеджные поселки и жилые комплексы. При раскопках даже в своих огородах люди часто находят артефакты, относящиеся к временам оккупации звенигорода войсками Бонапарта. На превращение вековой истории в стройку Одинцовским депутатам понадобилось всего 15 минут. Заседание совета проходило по видеоконференц-связи еще в апреле. Вопрос принятия новых ПЗЗ стоял 25-м в повестке. Сразу несколько депутатов предлагали снять его с голосования, но председатель Татьяна Одинцова настойчиво требовала от депутатов писать в чатик свои «за» и «против». Оставлен вопрос номер 25 на голосование. Кто «за»? В принципе, депутаты работают постоянно в таком режиме. На совет депутатов выносится всегда порядка 30 проектов решений, которые принимаются за 3-5 минут каждый. Причем довольно-таки серьезные проекты. В Одинцовском районе власти правила землепользования и застройки меняют не впервые. Зачастую владельцами земельных участков в пойме становились фирмы-однодневки, а жилые кварталы росли в считанные дни. Интересно, что один исторический ландшафт здесь, как говорят местные жители, уже испортили. Успенский собор, который был построен еще в 14 веке, раньше величественно, но одиноко возвышался над лесополосой. Сейчас же фон ему создают многоэтажки. С докладом о новых правилах землепользования и застройки перед советом депутатов выступала Надежда Рыбакова, начальник управления градостроительной деятельности окружной администрации. Но в самой администрации заявили, что к разработке этих ПЗЗ не имеют никакого отношения. Там якобы лишь организовали публичные слушания. Все замечания и предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, внесены в протокол. Материал проведения публичных слушаний направлен в основном порядке в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. Председателя Комитета Владислава Гордиенко мы прождали в течение трех часов. Но ни он, ни кто-либо из его подчиненных к нам так и не вышли. А ведь чиновники могли бы пояснить, почему новые правила застройки Одинцовского городского округа грозят превратить подмосковную Швейцарию в элитный спальный район. Будут покупать те люди, которых есть 3-5-10 миллионов заработанных, а может быть даже украденных. От депутатов и подмосковного правительства местные жители уже требуют отменить принятое решение и более детально составить правила застройки территорий. Иначе же люди готовы вновь и вновь стоять с протестами на Мясиной горе и выходить на пикеты в Барвихе.